Современный бизнес невозможно представить без грузовых перевозок. Все, что нас окружает, связано с транспортными услугами. В США и странах Европы культура грузового транспорта стала настолько популярной, что из профессиональной отрасли переросла в искусство, образ жизни и настоящие культы. Даже фестиваль, международный фестиваль грузового транспорта Тракфест пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа. У нас в гостях один из организаторов этого фестиваля, Олег Игоревич Торож. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Но я так понимаю, что идея самого фестиваля, она возникла не в нашей стране, да? К сожалению, да. И можно даже больше сказать, что мы, опираясь на то, как происходит в зарубежных странах, уже не одно десятилетие. А там давно, да, уже? Да, не одно десятилетие, на самом деле. Мы решили, чтобы подобная культура грузового транспорта была и у нас. И неспроста мы выбрали город Новосибирск, потому что он является центром такого транспортного логистического узла и связывает как раз восточную часть и западную часть нашей страны. Спасибо. Нам очень приятно. Приятно. Да, да. Фестиваль, он разделяется, я так понимаю, да? На какие-то... Вообще, если... Там есть форум, есть выставка, есть шоу, да? Да, давайте поясним. Я специалистов для просто посетителей и зрителей. Конечно, для всех. Мы стараемся сделать фестиваль абсолютно доступным для всех, чтобы была возможность каждому человеку, начиная там от трех лет, заканчивая 83-мя годами, прийти к нам на фестиваль и найти себя, найти свое место. Значит, базис, но он состоит из трех основных элементов. Первое – это действительно классическая выставка производителей грузового транспорта, производителей запасных частей, ну и так далее, коммерческих компаний. Значит, второй элемент – это деловая часть, на которой представлены будут круглые столы, конференции, мастер-классы какие-то, семинары. Значит, здесь мы работаем с профессиональными сообществами в виде Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков, в виде АСМАПа, там, Москвы и так далее. Это для руководителей? Это для руководителей, да, для бизнеса, для власти. И третий, наиболее интересный блок, который как раз в классических выставках отсутствует напрочь у нас в России – это развлекательная, глобальная развлекательная часть. Она будет проходить на улице и будет в себя включать такие элементы, как детская зона, фудкорт, развлекательные какие-то вещи, мастер-классы, заезды на грузовиках. И даже мы сделаем некий тест-драйв. Любой человек, который придет, будет иметь возможность сесть на большой грузовик. Прям вот на такой, где Сильвестра Сталлоне в фильме «Изо всех сил» себе хотел. Да, да, да. Значит, сесть, проехать пассажиром, потому что ГИБДД все-таки запрещает, там, за рулем, без прав, и у всех они есть. Но проехать рядом и посмотреть, как это, это будет такая возможность. А для водителей? Для водителей, профессионалов, дальнобойщиков, какие-то, может быть, конкурсы для них будут? Для них мы разыгрываем, значит, 25-го числа будет проходить окончательная часть конкурса на самый тюнингованный, самый лучший грузовик. Мы разыгруем миллион рублей среди всех дальнобойщиков. И если сейчас дальнобойщики меня слышат, мы приглашаем всех, потому что... Так, бросаем груз все в Новосибирск. Примерно так, да. К нам уже сегодня, кстати говоря, выезжают из Москвы. Сегодня выезжают из Иркутска, ну, еще из некоторых городов, значит, специально едут машины для того, чтобы участвовать в нашем фестивале и показать себя. За тюнинг? За тюнинг. Но, значит... А из Новосибирской области завелись? Конечно, да. Порядка 10-15 машин будет в Новосибирской области. Причем хочется подчеркнуть, что многие считают, что их машина, даже там ручной работой сделанной кабиной, это не тот тюнинг, который должен был быть. Потому что если посмотреть зарубежный опыт, да, опять же к нему вернусь, то, к сожалению, мы увидим, или к счастью, совершенно другой облик грузового транспорта. И когда наши водители стараются и сами свои деньги вкладывают, и улучшают машину, они думают, ну, в Америке, в Штатах вот так, зачем я поеду? И такие действительно есть истории, когда к нам обращаются водители и говорят, да у меня там, я всего лишь бампер сделал, ручную работу, и что я поеду? А на самом деле мы хотим показать, что дальнобойщик и вот эта профессия, это не только человек, который едет из точки А в точку Б. Перевозит груз. Конечно, да, он по-хорошему вкладывает в свою жизнь. Вкладывает в свою жизнь и есть те люди, которые готовы вкладывать еще и свои деньги, свое время за пределами дороги. И наш фестиваль, он проходит для того, чтобы как раз подчеркнуть, что у грузового транспорта должна быть некая своя культура. Культура как экстерьера, культура как интерьера. И мы хотим найти единомышленников, людей, которые в этом направлении замотивированы, внутренней такой мотивации, и которые делают из своих машин действительно интересные вещи, которые не стыдно показать обществу окружающим. Потому что мало, например, кто знает, что в большой фуре, в большом грузовике есть две двухспальные кровати. Две двухспальные. Две двухспальные. Да. Есть холодильник. Можно поставить микроволновую печь. Можно установить компьютер. И кабина грузовика позволяет это все сделать. Ну, две двухспальные, двухъярусные. А, все. Я там уже себе нарезал. Да, да, да. Я просто нарезал, да, по вашему мнению. Вот. И мы хотим показать, как происходит жизнь. Потому что, ну, представьте, обычный человек ходит на работу, там в 9 часов пришел, там в 6 ушел, даже если задерживается. Все, он дома. Человек, который едет, например, из Новосибирского в Владивосток. В понедельник пришел на работу, и в лучшем случае в воскресенье ушел. В следующий понедельник, да, ушел. И он проводит свою жизнь вот в этом... Дом у него там. В этом доме, да. И я считаю, как... Ну, есть же дизайн интерьера. Ну, конечно. Дом надо украшать. Конечно. Мы свои дома любим, свои машины моем и так далее. И дальнобойщик, он априори человек, который старается сделать свой дом повышенной комфортностью. Ну, потому что, представляете, за рулем подряд большое количество часов, все остальное. Поэтому мы хотим показать, а как можно улучшить свой дом и как можно выделиться из всей, там, всего количества перевозчиков. Потому что, на самом деле, по статистике того же Платона, у нас больше миллиона перевозчиков, миллион сто, там, или миллион двести, которые перевозят грузы. Соответственно, как в любой нормальной среде есть конкуренция, и люди, которые выделяются, они почему-то до сих пор не имеют конкурентное преимущество. И вот наш фестиваль, я надеюсь, он положит некую основу в то, чтобы сформировать представление о улучшенных машинах, о улучшенных перевозках. И, конечно же, мы будем на фестивале поднимать эти темы на круглых столах вместе с присутствием власти, обсуждать, как можно улучшить условия перевозок грузов, как сделать дороги. Потому что основная эта проблема у нас в чем? Это в дороге. Две мы все их знаем. Да, да, да. Ну, с одной мы как-нибудь там разберемся, а вот с второй, да, мы поднимем вопрос о качестве дорог, безопасности дорог и всего остального. Вот. Поэтому мы на своем фестивале хотим как раз собрать красоту грузового транспорта, которая есть по нашей стране. Конечно, нам первый год удастся не всех собрать, мы это прекрасно понимаем, но будет залог на второй год, потому что мы хотим делать этот фестиваль ежегодным. И показать жителям города, гостям города, как может выглядеть грузовой транспорт. Это сердце фестиваля Тракфест. Второе уже там попутно, да, это концертная программа, это фудзона, это развлекательная часть. Вот об этом надо будет поподробнее, да? Давайте сделаем, да, и потом продолжим разговор. Продолжаем разговор о международном фестивале грузового транспорта Тракфест, который пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа на площадке экспоцентра. У нас в гостях один из организаторов этого фестиваля, Олег Ильевич Торож. Какие еще, не знаю, фишки, может быть, какие-то сюрпризы приготовили для зрителей? У нас будет одна фишка, мы ее назвали зона дозаправки 18+. Это для тех, кто, у кого внутреннее топливо кончилось, естественно, с возрастным цензом 18+, заходит... То есть по паспорту? Да, фейс-контроль, все дела. Охрана на входе заходит в эту зону. Там будут взрослые напитки, взрослые танцы на пылонах, специальная музыка под это все дело, расслабляющие диванчики. Сейчас, вот, сегодня мы решим, будет ли массаж или не будет массаж дополнительный. Вот здесь надо уточнить, что это бесплатное мероприятие или нет? Вход, скорее всего, будет платный. А, будет платный. На фестиваль бесплатный. А вот в эту взрослую зону? А, в взрослую зону платный. Ну, вот это важно. Важно, потому что как раз отделить возрастным цензом. Вот, это одна из таких фишек. Вторая, наверное, фишка. У нас на фестивале, я такой прямо контраст сделаю, пройдет конкурс «Маленькая Мисс Тракфест». Мистер Тракфест. Причем приедут с разных городов, в том числе из Москвы, для того, чтобы пройти этот этап. И следующий этап будет уже во Франции, насколько я помню. Ничего себе. Что будет, я не поняла. Это для детей. Для детей? Да, но что будет? Конкурс «Маленькая Мисс». Просто конкурс красоты? Конкурс красоты, детский конкурс красоты. С какой возраст, от кого ты до? Сейчас затрудняет сказать, потому что это наши соорганизаторы, наши партнеры. И они на нашей площадке будут как раз проводить конкурс для показа красоты маленьких детей. Такой прямо контраст. Еще, наверное, можно сказать, что у нас будут профессиональные ралли, картинг. Он тоже будет частично бесплатный. Частично платный для желающих и посетителей нашего фестиваля, где каждый может попробовать, проехать на картинге, порулить этим устройством, автомобилем. Получить удовольствие. Спортивная площадка заявлена. Спортивная площадка. Еще у нас, естественно, мы хотим создать духовную часть нашего фестиваля и сделать палаточный городок на самом высоком уровне с костровищем, с гитарой. С бардами. С бардами. С бардами. 23 числа у нас будет вечер бардовской песни. Круто. Приезжают со всей Сибири исполнители бардовских песен. И такой духовный, душевный вечер будет у нас. Уменьшена нагрузка на главную сцену и переведен фокус с главной сцены на палаточный городок. Ну и, естественно, люди там будут проживать. По нашим расчетам уже зарегистрировано более 150 человек на проживание в палаточном городке. Ну и, соответственно, ни один палаточный городок не может быть организован без банного комплекса. Поэтому у нас будут установлены мобильные бани, где все желающие могут принять душ, попариться, отдохнуть, помыться и так далее. И опять же не забудем про ведущих. Мы как радиоведущие, да? Безусловно, мы вас приглашаем и хотим видеть на каждой нашей площадке. Я думаю, что приедет Сергей Стилавин, да? Будет ведущим. Обсуждается пока. Обсуждается. Также у нас еще будут, естественно, спортивные мероприятия, спортивные состязания, греко-динговская борьба 23-го числа, по-моему, тоже или 24-го. Программ перед глазами нет. Готовилась, наверное. Ну и в заключение, наверное, хотелось бы отметить, что у нас будет организован доступный свидетель. И одним из гостем, гостем нашего фестиваля будет Игорь Скикевич, который выступит на главной сцене два дня. Будет выступать у него. Значит, различные есть истории. И мы постараемся показать, как может человек с ограниченными возможностями иметь безграничные желания и безграничные возможности. Потому что у нас есть проект, мы хотим с ним его обсудить на фестивале, по организации доступной среды на грузовом транспорте. Другими словами говоря, использовать определенные устройства для того, чтобы человек с инвалидностью мог ездить на грузовике. Я считаю, что это высокого уровня социальный эффект, который позволит как раз людям, которые получили инвалидность, работать вот в такой профессии. Это будет и интересное, и познавательное мероприятие. Конечно. И для всех. Познавательно-развлекательное. А кстати о программе. Где ее можно увидеть? Программу, смотрите, всем желающим, всем гостям, программу можно увидеть на нашем сайте. Мы ее, она у нас всегда была проработана. Сейчас, сегодня она появится в новом варианте. С точным таймингом, с точными исполнителями, с точными площадками, с названиями. Ну, в общем, вся конкретика. Сегодня на сайте trackfest.ru можете заходить, скачивать, смотреть. Всех приглашаем на trackfest с 22 по 25 августа. Площадка Новосибирска экспоцентр, улица Станционная, 104. Это еще не все. Олег Игоревич, мы просим вас, как и всех наших гостей, рассказать какой-нибудь забавный случай, который произошел с вами в жизни. Ну, давайте попробуем. Я надеюсь, мой друг Андрей Петрович, у меня... Ну, мы фамилии же называем. Да, без фамилии. Значит, вспомнилась следующая история буквально в прошлом году, которая была. Мы были с моим другом на охоте. Был поздний октябрь, прохладно. Ну, и так получилось, что мне удалось там подбить дух трех уток, а собаки и специальных устройств не было с собой. И бравый парень, мой друг, раздевается, плюс 5 градусов, и говорит, я же лучше собаки, и побежал туда. И поплыл, до середины озера доплыл, собрал этих уток, и говорю, ну, молодец. Ну, вы ему отдали полторы утки. Да, настоящий друг. Да, настоящий друг. Очень такая приятная, забавная история. Конечно, не передать все словами. Вспоминается. Приятно вспоминается. Ну, не завалил, все хорошо. Все нормально, все нормально. Потому что на улице плюс 5, внутри плюс 40, все окей. Все хорошо. Один из организаторов международного фестиваля грузового транспорта «Тракфест» Олег Игоревич Торож у нас был в гостях. Еще раз благодарим. Спасибо.